Всем привет! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, хочу немножко пояснить. Я перевожу на русский язык новости, которые происходят в стране Турции. Без претензии на истину в последней инстанции. Я не профессиональный журналист. Это мой частный блог. В инфобоксе под видео я оставлю ссылку на телеграм-канал, где публикуются самые свежие, актуальные новости. Здесь у нас в стране. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий, что у нас здесь происходит. Давайте приступим. Давайте начнем сегодня немножко с политики, потому что тема потихонечку, знаете, набирает обороты. Я даже думала ненароком, что, господи, остается 3-4 недели до выборов, а у нас очень все тухло, спокойно, никаких экстессов, никакой борьбы вообще не замечалось. И я подумала, вау, неужели все у нас так ладенько пройдет? Но, конечно же, нет. У нас остается здесь всего лишь полторы недели до выборов, буквально там 10 дней. И уже сейчас резко, как-то в один момент последние два дня, началась агитация, скажем так, стычки. Начинают перетягивать друг на друга одеяло оппонента. Конечно, борьба идет только в двух сторонах. Это АКПартия, которая сейчас правящая, партия Эрдуана, и коалиция оппозиции демократов. Былыч Дауэлу, Кемаль, он снял видео буквально 4 секунды. Но я вам точно скажу, что его промо-политологи, СММщики, которые с ними работают, они знают толк в этом деле. В общем, молодцы, хорошо это выстрелило. Разлетелась короткая, емкая фраза была написана. И это очень сильно разовирусилось. Сейчас, естественно, они знают, куда ставить точку в распространении информации в Твиттер. Самые короткие сообщения, где, да, и вирус на все это перелетается, быстро копируется. Фраза, сейчас я ее прям даже за цитату зачитаю для вас. Фраза такая, буквально 4 секунды в ролике. «Если вы сегодня беднее, чем вчера, причина этого только одна — Эрдуан». Все. То есть здесь у нас идет упор у демократии на деньги, на экономику, на инфляцию. В Твиттере, в Инстаграме, картинки, посты, была газетная, скажем так, заметка, статья, что сколько будет стоить мясо дальше. Но и так, в принципе, мясные продукты и мясо дорогие в Турции всегда были. Но сейчас в Стамбуле килограмм котлет из магазина Касат, не сетевых каких-то, стоит 350 лир. Килограмм фарша в районе 300 лир. Там плюс-минус бывают какие-то акции подешевле, но в среднем это 300 лир где-то килограмм фарша. Почему я про фарш говорю? Это самый более популярный мясной продукт. Фарш, либо там кусочки какие-то вякти нарезанные. Больше всего, чаще всего они готовят из фарша еду. И статья, это вообще говорилось о том, что ну что дальше, следующий шаг это 500 лир будет, стоит килограмм фарша. Типа это вообще реально, вы вообще можете себе представить два года назад то, что сейчас происходит. То есть реально люди выживают, это невыносимо. Конечно же за собой ответ на вот этот вирус, на вот это видео четырехсекундное не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько часов в тот же день, назовем, вышел ответный панч. Сейчас тоже цитату я зачитаю. Это было на выступлении Эрдогана, и сейчас собирают активно митинги своих сторонников. И на одном из митингов вчера была такая фраза, прям цитата. Президент обвинил оппонента своего Кемаля в том, что он лоялен к ЛГБТ-сообществу. Цитата. Мы знаем, что Кемаль Калыч-Дару является сторонником ЛГБТ. Вся партия и партии ЛГБТ. Курская партия ЛГБТ. Упрямящей партии такой проблемы нет. Конец цитаты. Турция готовится у нас к туристическому потоку. Сейчас Турция и Россия совместно изготавливают, если можно так назвать, приложение в телефоне, благодаря которому туристы, приехавшие на отдых, могут использовать оплату какую-то, произвести своих денег. Если мы берем карточки банковскую систему, то тут никакой мир, вот это все, работать все равно не будет. Потому что банки боятся вторичных санкций. Поэтому придумывают вот какое-то предложение по QR-коду, чтобы можно было расплачиваться, типа онлайн-банкинг какой-то. Это идет сейчас на стадии переговоров, но буквально уже скоро, к середине, к концу мая эта история должна быть готова. Также Турция ставит ставку на европейских туристов. Их, кстати, тоже очень хороший букинг на май месяц. Отели уже разобраны. Туристы из Европы, ближайшие, конечно же, из России тоже. Ну, в общем, по прогнозам министра туризма, этот сезон, наконец-то, будет последним выходом из-за вообще вот этой ковидного аврала на три года, в который бизнес туристический попадал. И они планируют увеличить поток больше даже, чем до 2019 года он был. То есть вернуться на позиции 2019 и еще увеличить, там, на парочку-тройку миллиардов, оборот, увеличить. В общем, турки, конечно, сидят, ждут, готовят отели. И они, кстати, отели-то уже, в принципе, заняты, уже найти букинг на май месяц, это довольно-таки трудно. Для тех, кто собирался ехать, у меня сейчас спросите из России, какие деньги везти наличку, доллары, евро, рубли здесь никому, конечно, не нужны. Если вы их найдете, где поменять, ну, в Стамбуле можно найти в центре, это будет очень плохой курс. Также все продолжают пользоваться. Корона Pay выводят или приводят на PayBan на турецкую карточку банковскую. Тоже с короной такие переводы делаются, если у вас есть банк, который к короне подключается. В общем, это уже такая внутрянка, да? Далее, для жителей Азербайджана на прошлой неделе у нас есть Trendyol. Это огромный маркетплейс, это как Wildberries, Ozone и так далее. То есть это крупнейший. Хепси-борода у нас еще есть, но Trendyol как-то более популярный. У него рекламы сейчас больше. Trendyol по продажам, конечно, сейчас обходит Хепси-борода. Хепси-борода был самый первый. Этот набирает обороты более комфортный и так далее, лояльный. И сейчас жители Азербайджана, появилась опция, они могут, скажем так, заказывать продукцию турецкую. Все с доставкой на свой домашний адрес в Азербайджане. Раньше это были только пункты выдачи или это таможня. В общем, объединили Азербайджан с Турцией, а теперь Trendyol пользуются. Кому надо было, если кто-то любит какие-то турецкие товары, вам нужны вещи, одежда, питание и все прочее, пожалуйста, можете на Trendyol поискать, если вы живете в Азербайджане. Вообще, Турция и Азербайджан — братья навек сейчас. Максимальный френдшип. Развиваются дружеские отношения. Президент Азербайджан Алиев приезжал на технофест. Там, да, технофест у нас в Стамбуле прошел. Это было просто грандиозное, огромное мероприятие. Миллионы людей его посетили. Была толкучка-давка, конечно же. Технофест — это мировое событие. Один из крупных технофестивалей в мире. Теперь они по масштабам. Но самое главное, что, ну, конечно, Турция предоставляла, показывала свое новое оружие. Первый в мире беспилотный, но бомбардир-самолет они изготовили. Улучшенные баэрактары. Заключали контракты, естественно, здесь на месте. В общем, огромный корабль, если вы видели. Даже в мировых СМИ было. Самый большой в мире авиа... Как это называется? Честно, я вообще не сильно в этой терминологии. В общем, огромный корабль. Самый большой в мире военный. На котором может базироваться самое большое количество готовых к вылету самолетов. И так далее, и так далее. Авианосец, вспомнила это слово. В общем, Турция, короче, делает сейчас удар на развитие. Технику, ток свой все дальше пиарит, электрокар. Вот в милитаризацию мы уходим, естественно. Выбивается место на мировой арене геополитической. Если мы берем президент, его здоровье. Поставили на ноги, никто не умер, все в порядке. Проводит митинги, ведет речи. Но сейчас прямые эфиры, кстати, не выходят, потому что занят. Везде по стране идут крупные предвыборные митинги. Собирают они до миллиона человек даже. Вот у них, скажем так, реклама. Будет митинг 7 мая, воскресенье. Планируют собрать от партии миллион человек. Параллельно в другом крупном городе. Собирают оппозиции. То есть они везде идут ноздря в ноздрю. Везде там фотографии, в один момент появляется кто что сказал. Оппонент, то есть конкретная борьба, заваруха вот это началась. Очень интересно. Они долго это оттягивали. Но сейчас активно взялись за эту повестку. Из такого няшного и приятного. Если вы помните, когда были завалы, разбирали от землетрясения. Много приезжало кинологов с собаками. Искали людей. Собаки очень много людей спасли. И несколько собак, к сожалению, погибли во время этих поисков. На кого-то обрушились здания. Кто-то лапы там резал себе. Заражения были и так далее. В общем, несколько собак иностранных погибли. И погибла первая эта овчарка немецкая. Так вот, турки отправили щенков на родину. Там, где, откуда, скажем так, была эта собака. Кинолог приезжал. Это тоже в СМИ показывали. Отдали эту собачку. Отправили подросшего щенка. Месяца три примерно. Для того, чтобы, скажем так, они воспитали. Опять же, также хорошо надрессировали. Чтобы собака спасала людей. Как бы в благодарность. Также было выступление президента до еще его болезни. За день. Ровно неделю назад. Он награждал. Как бы комиссии приезжали. Благодарности, грамоты. Жал всем руки. Со всех стран, кто прилетали спасать людей. Спасатели, кинологи из других стран со всего мира. Были группы. Всех награждал лично президент. Говорил спасибо. То есть, благодарности выражал. Из важного. Турция нашла новое месторождение газа. Очень большой объем планируется. Сейчас это месторождение изучается. И это месторождение позволит Турции жить на собственном топливе газовом. И не быть потребителем газа вообще из других стран. То есть, стать абсолютно газовой и нефтенезависимой страной. То есть, пока что такие планы, что на обслуживание этим месторождением потребностей страны будет достаточно. Даже придется не покупать. Будет возможность не покупать газ. И в связи с этим Эрдогад подписал приказ. Ну, знаете, такой. Можно покритиковать его. Звучит очень красиво. Естественно, это к выборам история. Но по факту мы это не почувствуем. Что последний месяц, там, типа, март-апрель, апрель месяц, или май месяц, 20-30 апреля, чисел до конца мая, за дуал газ, натуральный газ, он будет бесплатный, платить не надо. Но я напомню, что в мае месяце никто в Турции отоплением уже не пользуется. Да, и самый большой платеж у нас за газ, это, конечно же, отопление или бойлер твой из газа. В общем, какая бы система отопления у тебя дома ни была, она в любом случае работает из-за подачи газа. Так вот, а природный вот этот газ, типа, в плите, подогреть воду, чтобы помыться, сварить еду, да, газовая плита твоя, это такое маленькое потребление по сравнению с отоплением зданий, помещений. Это звучит очень красиво, но по факту мало кто этим воспользуется. То есть это не будет существенно людям для кармана, они не почувствуют большой разницы, но, конечно же, жест очень красивый. Замедлилась инфляция, типа, она сейчас на 50%, а не на 80%, а по факту мы знаем, что было вообще 180 практически. Честно, по карману скажу незаметно, чтобы что-то... Да, она как бы меньше стала подниматься, цены такие высокие, что просто они не так часто поднимаются, но порой приходишь в магазины, пакет, ну, знаете, чтобы такое вот сравнить. Ну, например, упаковка сыра 400 грамм, она стоила одну стоимость, буквально за два дня она на 10 лир дороже становится, это 40 рублей, 10 лир это 50 центов, пол доллара и так далее. То есть очень такие скачки быстрые, большие, то есть редко, ну, метко поднимается. То есть как бы тут пока покрутишь экономику посмотреть, кажется, да, замедлилась, но по факту мы по карманам своим это не замечаем. И мы тратим денег еще больше, даже чем вот в январе, если мы берем, и май месяц, продуктовая корзина все равно стала гораздо дороже. Это очень заметно. И сейчас еще для туристов последняя информация. Тоже подписан указ о том, что теперь мобильные телефоны иностранные в стране, вы знаете, их блокируют, когда вы поживете со временем. Подлили эту неблокировку на 180 дней, то есть 6 месяцев ваш телефон в Турции будет работать. Разблокировать, платить налог на ввоз на пошлину не надо будет. Вообще поговаривают попозже, в течение года о принятии закона, что вообще отказаться наконец-то от этого налога на ввоз вот этой именно техники, именно телефонов, что не придется их разблокировать. Я на это сердечно надеюсь. И по авиакомпаниям увеличивается поток полетов Pegasus из России в Турцию, потому что туристический сезон. Air Astana, казахская Астана, начинает опять летать в Стамбул, рейсы открываются прямые, которые были отменены очень долго, возобновляются также полеты. Кто из Казахстана, ребята, для вас. И еще сейчас S7, но будет Azur Air Aeroflot, прямые рейсы, один рейс там, но все равно в неделю Новосибирск, Стамбул прямые, для того, чтобы вывозить в Сибирь, короче, за Уралом всю территорию, ближе в Европу, в Стамбул. И в Анталию, в Стамбул рейсы. Что еще из такого туристического? В общем, турки готовятся, ждут туристов, отели, в общем, как бы все как есть. Я хочу вас всех предупредить, пожалуйста, будьте аккуратны, кто в Стамбуле, с таксистами. Они просто, ну, уже крышу снесло, их максимально стараются наказывать, штрафуют, но наглость не знает пределов. Таксисты просто называют цену, говорят, ой, это там будет пробка, давайте сразу там условно 400 лир, я вас довезу, сколько бы в пробке ни стояли. Не соглашайтесь на это, ездите только по счетчику. Как правило, в три раза дешевле будет. На самом деле, в три раза поднимают цену. Незнающие туристы соглашаются, верят, что, типа, будет еще дороже. Нет. Такси-м, напишите в приложении такси-м, как такси-площадь пишется, да. Такси-м это приложение новое, государственное для таксистов, это для, типа, Uber местный, турецкий. Попробуйте, если кто будет, можете вызывать через него, я еще не пользовалась сама. И по поводу таксистов тоже предупреждаю, если вы не соглашаетесь, они, как правило, от поездки отказываются. То есть вы сели в такси, вы говорите, слушайте, 500 лир, ехать далеко, тут пробка, я вам зуб даю. Вы говорите, нет, я не соглашаюсь, мы едем по таксометру. И вот это, выходите тогда, я вас не повезу. То есть вот это и реакции, тоже будьте готовы. Проще, честно скажу, не обрыкаться, не ругаться, смысла в этом нет. Вы либо соглашаетесь, либо нет. Просто выходите. И вообще в центре Стамбула туристы пользуйтесь общественным транспортом, трамваи, метро, пожалуйста. Вы все равно где-то в центре живете, вам особо ездить далеко не нужно. То есть не минимизируйте пользование такси. И в центре, в принципе, в историческом, за пару дней все ногами можно обойти. Если вы намерены гулять и так далее, и подвижно, то есть у вас нет проблем со здоровьем. Я вообще рекомендовала пешие прогулки, потому что это история на каждом углу вообще у нас. Вот такие новости Турции на данный момент. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Оставляю ссылку на телеграм-канал новостей, свежих новостей о Турции. Там самая активная повестка наша освещается, как социальная экономика, вообще, что у нас здесь в стране, у людей происходит. Те новости, которые не покажут всегда по телевизору, это те новости, которыми действительно интересуются граждане здесь в стране. Так что подписывайтесь на телеграм-канал. Скоро увидимся. Всем пока.